Эх, давно уже ничего не обозревал от компании AMD на канале, или просто AMD в народе, и знаете, мне захотелось снять о чём-то вот действительно стоящим, и не просто сделать сборку на очередном райзене, а понять всёобщее, как обстоят дела в компании с видеокартами, чего как бы от них ожидать. Дело в том, что конкуренция в 2019 стоит признать довольно скучной в этой отрасли, особо нет никаких скандалов, расследований, мне очень хотелось бы, чтобы Nvidia не расслаблялась раньше времени, и поэтому видеокарта, которая будет в этом видео, это некое возможное будущее, которое нас ожидает уже в начале июля, ведь в это время появится в продаже новая серия RX 5000. И данная карта Radeon 7, которая стоит в среднем 800 долларов, это именно то будущее Родионов, которое должно наконец-то напрячь Nvidia, и это реально интересно. И тут почему-то я думаю, вы спросите, так что же объединяет эту видеокарту и будущую серию Na'Vi, и я отвечу очень просто, это первая серия видеокарт, которая построена на 7-нанометровом техпроцессе, и данная Nvidia 7 Radeon, что у меня в руках, она тоже имеет такую схему производства. Возможно, зрителю стоит объяснить, что переход на производство в 7 нанометров, это однозначно уменьшает в размерах сам видеочип, он же кристалл, и температура ядра будет заметно ниже. В то же время, требования к блоку питания тоже станут заметно проще. Нихуя не понял. И это как бы очень будет экономно, но по остальным показателям, я уверен, вы заметили, что на коробке страшный 16 ГБ видеопамять, и при этом не простой, а супербыстрой, и с очень большой пропускной способностью, она же битность на уровне 4000. Да, это жёстко. Да, одно время я тоже сразу не понял, зачем нужно такой объём VRAM и с такой битностью, но потом покурил информацию на форумах и понял, что эта карта не только для игр, но для тех, кто занимается видеомонтажом и всяким там, не знаю, моделированием. Потому что, если вы работаете с материалом в разрешении 4К или упаси господь 8К, то такие редакторы безжалостно съедают до 12 видеопамяти. И поэтому 16 это реально необходимость для таких задач. К этому ещё, конечно, вернёмся, но пока пару слов скажу о самой видеокарте Radeon 7, и потом ещё раз проверим её, конечно, в работе на моём домашнем офисном компьютере. Итак, если судить по ключевым параметрам, вроде качества сборки, материалами изделия, конструкции охлаждения, то в этом плане не побоюсь этого слова, а это просто идеальная видеокарта. Скажем так, в последнее время я открыл для себя такое явление, как полностью металлические конструкции видеокарт. Думаю, стоит объяснить, что это значит. Ну, смотрите, в общем, 90% всех вендорных продуктов, они, как правило, пластиковые сверху, и только бэкплейт, возможно, металлические. И вживую это выглядит более-менее нормально, но по факту пластиковые видеокарты, это как пластиковые смартфоны. Они имеют не очень прочную конструкцию и вообще не участвуют в теплообмене печатной оплаты. Поэтому даже если вы купите сегодня карту, ну скажем, за 1000 долларов, пусть она будет предельно быстрая, но при этом, как правило, они полностью обшиты бичевым пластиком. Это можно сравнить, ну я не знаю, наверное, с тем, что купить машину за 5 миллионов, и она полностью из картона. Поэтому данная видяха по конструктиву, сборке и также материала мне прям вот очень зашла. У неё, знаете ли, нет этих вот стрёмных китайских лампочек, встроенных мониторчиков, цвета музыки. Всё это абсолютно ненужный мусор, который нам пытаются всё время продать. Самое важное это качество сборки, материалы и производительность. Всё остальное не имеет никакого значения, только поднимает стоимость самой видеокарты. Надеюсь, я донёс до зрителей свою мысль, и таки давайте плавно перейдём уже к тестам и проверим седьмой Radeon на моём офисном ПК со 99900K. Внутри этой убитой машины 16 оператива 3600, далее платиновый питальник на 1200 ватт. И тестировать игры буду, конечно, на ультрамедленном NVM-накопителе от компании Samsung. Ну ладно, давайте таки сперва начнём с новинок и запустим, вот скажем, вторую часть Rage. И тут для пруфа каждый раз буду специально напоминать и показывать настройки графики, что, дескать, тестировать буду он ли в 2К или 4К на ультра. В общем, друзья, я выкрутил все настройки до предела в 2К разрешении, и на седьмом Radeon можно точно назвать средний FPS на уровне 85 кадров. И при этом нагрев видеочипа не превышает смешные 70 градусов. Я думаю, это хороший и комфортный результат. Игра съедает примерно 3,5 видеопамяти и работает абсолютно стабильно. Но давайте специально ради унижения видеочипа я выставлю 4К на ультра настройках. И ведь на коробке вот было указано, что карта подарит мне незабываемый фрейм даже на ультра Full HD. И с таким пресетом видим, что седьмой Radeon таки дарит мне незабываемое 4К. Но это все работает не 60 кадров, а в среднем от 40 или возможно чуть больше. Почему? Ну давайте все-таки, наверное, без рофла. И вот по факту совсем немножко не достает до Ultimate Performance кадров так 15 для идеальной картинки. Однако спасибо, что хоть не консольная 30-ка, не в обиду сказано, но 30 кадров в 2019-м это прям, ну, очень на любителя. Ну окей, сойдет. И теперь на очереди чуть более требовательная к железу метро исход. И снова таки повторюсь, что я выставляю только с запредельной настройки, с физикой, волосней, но без трассировки лучей, ибо ее, понятное дело, и нет в Radeon. Невозможно, я это даже к лучшему не знаю. Но короче, друзья, в 2К на ультра в метро в среднем от 70 до 90 кадров и видеопамяти съедает нормальные 4 с копейками. Но в этот раз уже видеокарта, обратите внимание, нагревается почти до 80 градусов, и при этом стал заметен шум работы охлаждения. То есть вживую это звучит вот примерно вот так. Что ж, опять возвращаемся в метро, и теперь если выставить 4К разрешения экрана с теми же запредельными настройками, то ситуация, ну, почти зеркальная, как в том же Rage 2. Это 35-40 кадров при любом раскладе, можно, конечно, понизить настройки, выключив волосы, Hairworks, этот же или физику, скажем, отрубив. Но и да, будет, конечно, 60 кадров, но это уже, знаете, будет не очень честно, и все-таки в метро исход для этой карты оптимальным, я считаю, именно 2К разрешения с запредельными настройками. Окей, давайте еще запустим в конце вторую часть The Division и Quake Champions. Итак, начнем с последней, на ультра настройках в 2К 7 Radeon рисует порядка 95 кадров. Да, это все хорошо, отличный показатель, но так, чисто ради прикола, обратите внимание, сколько съедает видеопамять и Quake, и это, конечно, зашкварно. Да, стоит признать, что в таком случае фрейм крайне стабильный, ведь по сути текстуры, эффекты, сглаживания, все прочее говно сразу упало на видеопамять карты, и поэтому даже в сложных замесах фрейм остается предельно стабильным, и не искачет так от 60 до 90. А теперь же, давайте, ради интереса я выставлю 4К разрешение с такими же настройками, и вот, друзья, наконец-то я увидел 60 кадров, или даже местами поднятия до 80. Это действительно хороший результат, конечно, 4К 60 фпс на ультра, и хотелось бы вот такой результат закрепить, ну, скажем, запустив вторую часть The Division. И тут сразу я жестко обломался в 4К разрешении на запредельных в среднем 40 кадров, или, возможно, небольшие просадки до 35. Второе, на что стоит обратить внимание, посмотрите, сколько видеопамяти съедает большие просторы The Division. Целые 13 гиг видеопамяти из 16 доступных. То есть, проведя живые тесты, я понял, что этой видеокарте больше видеопамяти просто и не нужно. Ей абсолютно хватает таких ресурсов, а вот чего не хватает, так это мощности видеочипа конкретно для 4К на ультра. И ее оптимальная среда для жизни – это мониторы с 2К разрешением. Хотя, с обратной стороны, у меня дома лежит RTX 2060, которая стоит в два раза дешевле, потому что Radeon стоит как бы 55 тысяч рублей, а эта карта стоит 25, и она тоже в 2К на ультра нормально, вот абсолютно работает. Да, она уступает по фрейму 15-20 кадров, но и стоит, напомню, в два раза дешевле. И если бы у меня стоял выбор, что лучше взять для 2К-мониторов с ультра-настройками, то в принципе, да, седьмой Radeon в этой области достойный вариант, у него хороший запас по кадрам, это стоит признать. Однако, он все-таки не создан для 4К 60 FPS, и конкуренция в этой области очень высокая. Поверьте, за 40 тысяч рублей можно взять RTX 2070 с трассировкой лучей, которая плюс-минус будет ровно такая же по скорости в 2К на ультра, и она стоит, внимание, 40 тысяч, а не 55. Я старался вот как-то объективно снять это видео, тестировал вживую на настоящей сборке, и все-таки пусть каждый останется при своем мнении и сделает свои личные выводы. Я же оставлю Radeon 7 для будущих сборок, одна из таких будет уже абсолютно скоро, с довольно интересным процессом от компании AMD, он скоро также появится в продаже, я думаю, это будет интересно сравнить его с моим домашним ПК на i9-900K, но и также, если вы внимательно смотрели это видео до конца, то возможно заметили, что я рандомно ставил несколько ключей для игр в стиме, поэтому смотрите внимательно каждое видео и не жалуйте, что вам опять не повезло. Всех поздравляю с началом жаркого лета и желаю каждому в дом хороший кондиционер. Увидимся уже скоро, всем еще раз удачи и пока!